Да, Татьяна, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Рад вас приветствовать в интернете и в разных частях земного шара, которые находятся. И также, конечно же, хотел представить моих коллег Егора Апрельского, которого вы чуть попозже увидите, и Оксану Анфилатову. И, собственно говоря, тут такая игра слов. Это наши три тела, которые обозначены сейчас на первом слайде, в том числе. Ну и отсылка, безусловно, к сериалу или нескольким даже версиям одного и того же произведения литературного китайского. У нас теперь китайского очень много всего, не только в мире, но и на стране. Может быть, кто-то из вас читал или видел какие-то версии этого сериала, задачи трех тел, я имею в виду. Если кто-то видел, поставьте плюсики или что-нибудь, подожгите в МТС-линк, я имею в виду, конечно, внутри вебинаров. Для того, чтобы хоть как-то мы могли... Я мог представлять, насколько вы знакомы с этим литературным и кинографическим произведением. Но в нашем случае я отсылаюсь к этому музеалу по одной простой причине, что вот как раз на первом слайде изображено некое такое устройство, которое ключевым является в развитии сюжета, по крайней мере, в первом сезоне. Такой а-ля виртуальный шлем, но который не просто показывает там внутри себя что-либо, как виртуальные очки, но и позволяет в реальном времени у персонажей, в данном случае этого произведения, снимать показания деятельности головного мозга. То есть люди не только видят в нем какое-то изображение, но и есть обратная связь. Пугаются они или грустят, или что-либо еще происходит. И это влияет на тех там условно компьютерных персонажей, с кем они взаимодействуют в этом виртуальном пространстве. Красивая идея. И вот сегодня мы покажем и расскажем вместе с коллегами, с моими. В первую очередь с Егором Апрельским, который представляет как раз не гиперметод, а лабораторию знаний, который находится в Москве, в отличие от гиперметодов, которые находятся в Петербурге. Как наше с вами человечество идет в сторону этого китайского предсказания. Так же, как в свое время мы зачитывались с Жулием Верном и представляли, что такое наутилость. В конечном счете чащество пришло к замечательным инженерным сооружениям, конструкциям, вернее, подводных лодок, прообразом которых являлся наутилость. Так же и сейчас часть движется в сторону вот такого рода устройств. И мы, в том числе с Егором Апрельским, с лабораторией знаний и коллегсион гиперметода, тоже потихонечку дрейфуем в область вот такого виртуального пространства, в область понимания того, что происходит с человеком, когда он сидит не просто перед монитором, но и находится для нас с вами в главном процессе, в процессе обучения. Вот, такая как бы преамбола. Но перед тем, как перейти к демонстрации, мы сегодня покажем, как все это работает. И просто напомню, что история нейроинтерфейсов, она очень древняя, насчитывает тысячелетия практически. И первый известный нам в истории человечества нейроинтерфейс, он как раз был придуман для цели отбора сотрудников в армию, ну, сотрудников в кавычках, конечно, в армию Александра Македонского. Это у нас, как видно на слайде, да, еще до нашей эры происходило. Идея была у него очень простая. Потенциального солдата поставили в обстоятельства, когда он должен был стрессовать, испугать, да, там, льва ему показывали, там, или тигрин, не знаю точно кого. И в зависимости от того, бледнел он или краснел, его либо принимали в армию соответствующую, да, нанимали в качестве сотрудника, либо не наимали, да, считали, что он в большей степени боится, чем готов к тем обстоятельствам, в которых он оказался. Вот такой грубый, но нейроинтерфейс, без всяких девайсов, но со зверюшками он был распространен, в частности, до нашей эры. Сейчас технологии изменились, нам львы и тигры стали в этой ипостаси не нужны, но появились другие устройства, технически, да, называются нейроинтерфейсами, которые, мы сегодня как раз с ними поработаем чуть-чуть, которые просто как фитнес-браслет, для которого надеваете на руку, надеваются только на голову. В разных форм-факторах они существуют, на экране вы видите один, там, какой-то зарубежный вариант, у нас в России тоже они производятся, и по-другому выглядит, чуть попозже увидите, как наши отечественные варианты, везде есть плюсы и минусы, но, тем не менее, эти штуки работают. Что они делают, по большому счету? Они снимают в реальном времени показатели активности разных долей головного мозга. Я не специалист в этом деле, может быть, Егор Апрельский, который чуть попозже выйдет в эфир, сможет подробнее, чем я, объяснить, как эта штука работает, но для нас с вами важно понимание, да, что это пассивное устройство, которое просто снимает от разных долей головного мозга, там, лобных долей, там, затылочных, всяких разных параметров активности, преобразует их, ну, в нечто подобное, да, энцефалограмме, графики по разным этим областям, и это делает самоустройство, вот этот вот девайс. Далее, эти все данные попадают на некий сервер, где они с помощью некой математики, ну, назовем ее искусственным интеллектом, обрабатываются, и вот как раз наши коллеги из лаборатории знаний, они умеют расшифровывать вот эти условные энцефалограммы в набор параметров, уже понимаемых нами, как людьми, там, допустим, когнитивная нагрузка, там, или стрессовое состояние, как в случае с оливами тиграми, и ряд других вы про них увидите, узнаете чуть попозже, для того, чтобы в момент работы человека, у которого это устройство надето на голове, мы с вами могли эти параметры снимать и, ну, их как-то интерпретировать для каких-либо целей. Вот мы в гиперметоде придумали, ну, некий кейс, как с этим можно работать, и непосредственно у нас на платформе обучение. Платформа наша называется Е-класс, может быть, кто-то с ней уже сталкивался, в 22-м году эта платформа стала победителем конкурса с Беруниверситета среди лучших продуктов для образования Е-класс, правда, тогда еще мы не подключали нейроинтерфейсы, но теперь уже и с ними работаем, да, и тем самым мы в нашу платформу, которая, ну, немножечко похожа на МТС-линк, в котором мы сейчас с вами находимся, но она другая, в первую очередь предназначена для обучения, потому что есть ряд задач, которые решаются исключительно в рамках этого обучения, позволяет преподавателю в режиме реального времени, вот как на слайде показано, мы это все уже видим, понимать, что происходит с его слушателями в текущий момент времени там удаленно. Мы всегда, я сам преподаватель там с большим стажем, когда-то был доцентом Санкт-Петербургского государственного и технического университета, много я там преподавал, и мы все преподаватели всегда теряемся, когда аудитория, нет фидбэка от нее, когда нет обратной связи, когда мы не очень понимаем, что с ней происходит, и нас это, ну, немножко пугает, мы привыкли, что мы либо выбираем кого-то в аудитории, на кого смотрим и получаем вот эту невербальную обратную связь, понимая, слушают нас, увлечены ли наши студенты или слушатели или нет. А вот в дистанционном обучении и в таких вот формах, как face-to-face, как мы сегодня с вами работаем, ну, и там, к примеру, там Zoom какой-нибудь возьмем, да, для нас с вами важно все-таки, и мы надеемся, что мы увидим вот эту удаленную реакцию невербальную и как-то будем корректировать свое поведение, расскажем анекдоты или, в общем, какие-то коррективы вносить в наш процесс. Но это хорошо тогда, когда у вас, вы вдвоем, тет-а-тет, находитесь вдвоем, да, тогда вы видите большое лицо вашего виза-ви и можете, ну, как-то догадаться, что с ней там происходит. Но когда у вас на экране 30 человек, ну, что вы там увидите? Ну, собственно говоря, не особо что, да? И для нас это с вами проблема. Особенно эта проблема тогда возникает, да, когда у детишек или там у студентов, когда для нас с вами важна эффективность, да, нашего с вами обучения, что они не просто слушают, что мы им там бла-бла-бла, но и загружают свой мозг, думают в этот момент времени, рассуждают, напрягаются, напрягаются, как на любой тренировке, только на тренировке не физической, да, а ума. И вот задача эта как раз, ну, с нашей точки зрения, может решаться с помощью нейроинтерфейсов. Изначально наша задача, там где-то примерно полтора года назад ставилась примерно следующим образом. Существуют ситуации, когда очное обучение контактное часто просто невозможно, да? И существуют барьеры, связанные, и преподаватель вынужден приезжать, вот мы говорим, я говорю сейчас про домашнее обучение, обучение детей с ограниченными возможностями, в первую очередь, в виде такого кейса. И преподаватели вынуждены, там это домашнее обучение, да, называется, вынуждены приезжать домой к ребенку и учить с ним там те или иные дисциплины. Это не комфортно очень для преподавателя, потому что это, ну, каждый раз поездки, да, непонятно как, недостаточно далеко, и трата времени на это. А дистанционные формы часто для преподавателей являются барьером, потому что как раз для детей, для детишек с ограниченными возможностями, малоподвижных, вот эта история, связанная с удаленкой, она очень неэффективна, да, потому что мы, как преподаватели, не понимаем, что в этот момент времени происходит с ребенком на той стороне нашего интернет-канала. И вот для того, чтобы преподаватель понимал в режиме реального времени, что же происходит, то есть видел его, так же, как мы сейчас видим на слайде, удаленно, мог вещать, рассказывать, получать обратную связь, не только формальную обратную связь, ответить на вопрос, да, какой-нибудь там, напиши какой-нибудь тест, но и неформальную, чтобы мы понимали, как долго ребенок еще может учиться, ведь не всем же 2 по 45 минут, да, там, или 45 минут, или кому-то и полтора часа, кто-то и полтора часа может эффективно учиться, а кому-то и 15 минут более чем достаточно, потому что дальше человек просто перестает воспринимать информацию, которая к нему попадает. И вот для того, чтобы мы могли эти процессы контролировать, собственно говоря, нейроинтерфейс и помогать, что мы вместе с лабораторией знаний умеем идентифицировать в голове, в мозге учащегося слушателя и показывать преподавателю в ходе учебного процесса в виде графиков, вот вы тоже эти графики увидите, как меняется на протяжении хода занятия его ряд параметров в деятельности головного мозга. Первое, концентрация, то есть сосредоточен он на восприятии информации, на восприятии этого материала или нет. Когнитивная нагрузка, насколько его мозг загружен, да, ну, понятно, что все слушатели наши учащиеся немножечко разные, и поэтому для кого-то слишком много информации или слишком сложная информация, для кого-то, наоборот, она достаточно простая, легко осваивается, так же, как двигатель внутреннего сгорания, его можно нагрузить, а можно на холостые обороты поставить, да, точно так же и с головным мозгом. Можно нагрузить его познавательным процессом, а можно его перегрузить, да, тогда он тоже не будет ничего понимать. Стрессовое состояние, ну, когда экзамен сдаете, мы всегда, да, часто, когда первый раз, по крайней мере, переходим на экзамен, у нас пальцы трясутся, хватаем билеты, не знаем, что же так ответить, потому что у нас там по времени, да, что-то, какие-то существуют ограничения. Стрессовое состояние, тоже можем понять это дело. Увлеченность, интересно ему или неинтересно. Разве это маловажный показатель для учебного процесса, интерес ребенка, слушателя, а может быть и взрослого, если мы говорим про дополнительное профессиональное образование, интерес его к материалу, да, практически применимость его, который влияет в том числе и на вовлеченность, безусловно, да, однозначно, вовлеченность в учебный процесс. И такой еще последующий показатель, как креативность, да, насколько его мысли, фантазии распространяются далеко, да, насколько творчески человек подходит к решению той или иной задачи, к пониманию того или иного явления или факта. Это вот такие когнитивные, да, параметры. И эмоциональные состояния, что тоже часто бывает немаловажно, но может быть менее важно для учебного процесса, потому что, по идее, мы все должны прийти в хорошем настроении на занятия, если, конечно, не суббота, 8 часов утра и не понедельник, как сегодня. Гнев. Поставили двойку, человек возмущен, вот, вот, получаете гнев, да. Отвращение. Трудно интерпретировать в рамках учебного процесса, но если не очень такой какой-нибудь предмет, может быть, дисциплина не очень хорошая. Печалька. Тоже, да, один из вариантов оценивания, обратной связи от преподавателя. Презрение. Радость от хорошей оценки или от того, что человек решил ту или иную задачу. Страх перед тем, что он не решит задачу. Удивление от того, что он, наконец-то, решил ту задачу, которую думал, что он не может решить. Вот такие эмоциональные состояния, в принципе, можно контролировать и использовать в ходе учебного процесса. Значит, как это, ну, тут уже, наверное, в большей степени к Егору, да, такой будет материал там, какие, как, собственно говоря, это происходит. Может быть, для нас сейчас с вами это не столь важно. Важно тоже увидеть, как это все. Поэтому я сейчас расшариваю экранчик. Мне потребуется одна минуточка. для того, чтобы показать, как это все выглядит вживую. Так, секунду. Тут не совсем наша платформа, поэтому я... Демонстрация экрана. Вот она. Вот второй, второй экран я расшариваю. Так, да. Надеюсь, видно, да? Поставьте плюс, пожалуйста, для тех, кто видит наш экранчик второй. Спасибо, отлично. Итак, у нас есть такая платформа, да, которая называется Е-класс, про который я говорил. Она в ней, конечно, там, но основная часть этого вещания, вот такой удаленный, там, так же, как мы сейчас в МТС-линг, но там множество всяких разных задач, связанных с обучением. Там можно выставлять оценки, там можно раздавать домашние задания, там можно организовать гибридное обучение, ну и много-много чего прочего, вот, не совсем традиционного именно для ВКС-платформ. Особенностью как раз является возможность использования нейроинтерфейсов. Вот сейчас у меня в моем учебном классе, условно, в моей учебной группе, коллеги мои, да, Егор Апрельский, и сейчас попробуем побольше его сделать. Секунду. О, ну это слишком много. И Оксана Анфилатова, которая здесь представлена. Если вы обратили внимание, у них, сейчас диагностику мы уберем, на голове как раз вот такие полосочки, повязочки, не знаю, как это сказать, у индейцев, по-моему, тоже, да, в фильмах, когда показывали, что-то в этом только еще перед, торчали сбоку. Вот, но в нашем случае это как раз вот эти электронные девайсы, нейроинтерфейсы. У них там внутри такие маленькие контактики, ну им не больно, я имею в виду Егору и Оксане, но они безболезненно прилегают к разным областям главы. Единственное требование, это чтобы шевелюра не была слишком такой мощной. Поэтому мы в гиперметоде все ходим такие короткостриженные, да, теперь у нас. Вот. И в реальном времени что-то, какие-то показатели снимаются. Ну, давайте вот попробуем заглянуть, например, в мозг к Егору. Вот что у него там в голове происходит. Такой график, да, множество всяких параметров, которые мы наблюдаем. Ну, тут максимальное значение, минимальное значение в неких абсолютных единицах. Ну, и можем там подводить кустер мышки к точке замера и смотреть. Вот там концентрация была у него там примерно, ну, тут 10-балльная шкала, соответственно, пятерочка, это в районе серединочки, да, средненькая. В какие-то моменты времени, то есть, видимо, он когда включался или что-то не получалось, где-то он, возможно, стрессовал. Вот таким образом выглядит график его. Ну, он здесь уже достаточно долго в этой сидит, в нашем вебинаре ждет начало с утра в нашем вертете. А вот в самом начале, например, там стресс у него был там в минимуме где-то, да. Ну, то есть, видимо, он просто ждал, ожидал и поэтому не волновался абсолютно. Но вот в 11.54, когда, видимо, мы начали с вами включаться, ну, готовиться непосредственно к выходу в эфир, вот Егор стрессанул, у него стресс там сильно поднялся, да, был доминирующей эмоцией среди доминирующим состоянием среди всех остальных. Если Оксана не против, мы тоже ей заглянем куда-нибудь туда, в голову, она меньше просто по времени находится у нас здесь с вами, в нашей комнате, поэтому график покороче, ну, тут масштабируется все, да, понятно. Ну, вот что у нее в 12.04, когда мы тоже начали вещание, да, примерно, видимо, она чем-то, над какой-то заводчикой думала, и вот у нее креативность была доминирующей, доминирующим состоянием. В текущий момент времени, да, что у нас тут, вот, зелененькая, это когнитивная нагрузка. Думай, что я ее спрошу такого хитрого, чтобы как-нибудь хорошо ответить. Вот. Это происходит в реальном времени. Ну, например, вот поставим на наших коллегах эксперимент, дадим им какую-нибудь задачку, я надеюсь, они там видят, да, найди две буквы N, среди M. пока не ищут, не знаю, насколько это сложная задача, может быть, не очень сложная, но я надеюсь, мы увидим, как меняется этот график для них, в зависимости от того, нашли, да, Аксан, девушки всегда внимательнее, чем, я бы так сказал, петербургские девушки всегда внимательнее, чем московские. Вот. Так, Егор, еще, видимо, не нашел. Ага, ну, хорошо, ладно, давайте напряжем еще больше, чтобы они почитали что-либо, да, какую-то девочку такую решили, свое, там, встретились на улице два друга, Егор и Степа, нет, Егор и Дима, да, ну, тоже можете почитать задачку тоже подумать. В какую сторону кто идет, в общем? Ну, тут подсказки прямо на рисунке есть, и, коллеги, это не экзамен, да, поэтому оценки мы не уставляем, надеюсь, печальки не будет. Очень, да, любопытно было бы посмотреть, что у них там. Ну, я надеюсь, да, данных мы собрали достаточно, давайте глянем, что же, что же там происходило. Вот наш график с вами, и мы видим, что концентрация, например, у Егора, вот, при решении задачки была доминирующей, да, вот, в последние несколько минут нашего самого времени, вот они тут, она доминила над всеми остальными, а у Оксаны, например, у нее, вот, что это у нас такое, креативность, да, креативность и кредитивная нагрузка тоже выросли, вот они доминирующие, да, моменты. Безусловно, все люди разные, и люди используют разные принципы подхода и подходы к решению задач, даже одной и той же задачи, и здесь мы можем видеть просто разницу объективную между двумя, ну, условно, я не психолог, но, и пусть меня психологи простят за то, что я говорю, но, между разными психотипами, да, когда в первом случае нужно было внимательно смотреть, во втором случае, то есть не искать решения, да, а внимательно смотреть, во втором случае, как вот здесь мы видим, да, нужно было напрячься головой, прочитать, да, то есть осмыслить и черненькое, да, и покреативить, то есть воображать, кто куда идет, да, наверное, принцип понятен, да, нам с вами, нам с вами важно, ну, есть еще, да, есть еще отчеты, которые позволяют посмотреть уже в финале, да, в какие моменты времени, какие доминирующие нагрузки были у коллег, понятно, что, еще раз подчеркну, что для, все люди разные, поэтому они могут отличаться у одного человека от другого человека, да, это естественно, мы по-разному реагируем на одни и те же события, можем по-разному интерпретировать и задачки, но для нас с вами важно, поскольку мы говорим про обучение, обучение в группе, мы все-таки должны понимать, что тот материал, который мы даем, должен, ну, должен быть доступен для всех, соответственно, вот это профилирование условное, то есть анализ того, что происходило в момент занятия, в момент передачи материала, передачи знаний с разными людьми для нас с вами важно, ну, к примеру, вы можете дать текст учебника, ну, условно, или электронного учебного курса, неважно, или видеоматериала, это сейчас не имеет никакого значения, поскольку все это связано с хронометражом, то есть мы видим, в какие моменты времени, да, что происходит с человеком, мы с вами можем условно профилировать этот материал, понимая, в какие моменты времени человек перестает думать, в какие моменты для него это вызывает вопросы, вызывает стрессовое состояние, для чего, для того, чтобы изменить материал таким образом, чтобы он был более качествен по отношению к в среднем учебной группе, вот тоже такая обстановка задачи вполне себе допустима. Так, что у нас тут еще? Да, и в конечном счете у нас с вами, да, вернемся к нашим задачкам, вот здесь вот, да, на аватарочках, аватарочки, это как раз вот Окса, вот это вот я и мои коллеги, да, здесь присутствуют на аватарочках, и есть такие значочки наверху, вы видите, там шестерочка, значит, и тоже шестерочка, это доминирующая, как раз вот то, что на графике экстрамон, да, я показывал, доминирующее состояние человека в текущий момент времени, вот, соответственно, у Оксаны эта концентрация, она, видимо, как хороший сотрудник, внимательно слушает коллег, вот, у Егора когнитивная нагрузка, ну, поскольку мы работаем в разных компаниях, ему нельзя к меня внимательно слушать, но главное, очень хорошо понимать, что, видимо, я не очень толково объясняю, вот, как бы, я гружу его когнитивную составляющую, перегружаю, да, ну, или там, напрягаю, короче говоря, вот, итак, коллеги, часть демонстрации, да, мы можем, в части демонстрации можем остановиться и вернуться к нашей презентации, может быть, что-то обсудить, в части задать вопросы моим коллегам, в том числе Егору и Татьяну, попрошу тогда, коллеги, тогда вы здесь камеру отучаете, да, и возвращаемся в наш МТС-линк для того, чтобы можно было напрямую пообщаться не только со мной, но или с лабораторией знаний. Так, Егор, привет, включить микрофон надо. Да, всем добрый день. Так, не слышно. Ничего. Так, сейчас попробую. Раз-раз. Слышно ли мне сейчас? Так, я ничего не слышал. Так, я вижу, что значительщик выключен микрофон. Да, а сейчас есть ли звук? Нет. Еще разик. слышно, значит, мне просто не слышно. Хорошо, я не знаю, почему у нас. Ну, будем в такой, в недодуплексной связи работать. Я ничего не буду слышать, и, видимо, тогда Егор отвечать будет за меня. на вопрос. Коллеги, готовьте вопросы, и вот несколько слов, наверное, Егор, да, продолжит, подскажет, что такого важного я еще забыл сказать. Я пока включу презентацию, да, снова. Я даже не знаю насчет важного. Тут у каждого, наверное, свои запросы. Где она тут? Ну, в целом, конечно, очень много разных кейсов. Здесь, наверное, про кейсы можно отдельно говорить. Так, и да, вот наша часть вопроса. Егор? Так, ну, я не вполне понимаю, есть ли ко мне вопросы. Так, ну, видимо, до презентации могу управлять только я. Вот, если ты будешь показывать, в какую сторону. Ага. Какая задержка между фиксацией состояния и отображением в системе, ну, скажем так, она порядка, ну, не больше нескольких секунд в зависимости от интернета в целом, там меньше секунды обычно. То есть, данные пишутся 10 точек в секунду. Вот, ну, понятно, что в зависимости от того, насколько далеко слушатель от вас находится, может быть, небольшая задержка, связанная с передачей трафика, да, ну, так же, как у вас в Zoom она есть, там, но вы ее на самом деле не ощущаете. В целом, для учебного процесса эта задержка не очень критична, то есть, там, эти несколько секунд еще и у нас есть свои естественные, то есть, наш мозг тоже реагирует, там, немножко с опозданием, вот, то есть, на окружающую обстановку, поэтому, вот, ну, естественная, можно считать ее как реал таймовый. Теперь я Егора тоже уже услышал, видимо, у меня тоже была, как говорится, задержка, связанная с звукопроводимостью. Так, про устройство я могу сказать, что это то, что на рынке доступно, там, порядка, по-моему, 50 тысяч стоит сейчас BrainBit, ну, по цене программного обеспечения на этом тут лучше Дмитрий Львович. Смотрите, коллеги, тут поясню, есть как бы три уровня, да, три слоя программного обеспечения. Первое, это как то, что, собственно говоря, поставляется вместе с BrainBit, да, и он по, у меня Егор поправит, по-моему, по Bluetooth, да, он идет Connect к смартфону, и от смартфона уже раздается информация на сервер. Это часть, как я понимаю, стоимость, собственно говоря, входит самого BrainBit, и она бесплатная. Вторая составляющая, это программное обеспечение, которое обрабатывает вот эти исходные сырые данные, да, в некий интерпретируемый человеком результат. вот эти индикаторы, которые там были на одном из слайдов, если помните, да, концентрация, когнитивная нагрузка, это как раз та часть, которая, результат, который вот на части, в части сервера, как раз вот в лаборатории знаний находится, да, здесь Егор за это отвечает, там нужно иметь свой аккаунт, мы пользуемся, соответственно, нашим, который нам любезно лаборатория знаний подарила, вот, и третье, это, собственно говоря, вот наша вебинарная комната, в которой мы находились с вами, не мы с вами, мы с Егором и с Оксаной, вот наши три тела там находились в Е-классе. Е-класс сам к себе для преподавателей он бесплатен, другое дело, что когда он там поставляется в какие-то организации для корпоративного использования, там есть стоимость лицензии, программного сечения, там технической поддержки и так далее, но в базе своей, для того, чтобы можно было попробовать вот эту всю историю, о которой мы сегодня говорим, Е-класс для отдельных преподавателей как творческих личностей, креативных личностей, он бесплатен, то есть попробовать можно бесплатно, ну вам нужно только, ну кроме мозга иметь еще вот эту Бринбит. Коллеги, ответила я на вопрос? У меня, Егор, если можно, небольшой вопрос, ну мы там кратко пробежались по двум кейсам, таким я немножечко повторю, это обучение детей с ограниченными возможностями, как один из начальных для нас отчетов в постановке задачи, второе, это как раз улучшение качества материалов учебных, учебного процесса, и, кстати говоря, у нас здесь в Петербурге несколько школ проводят эксперименты как раз в общении с детьми на эту тему, как лучше строить учебный процесс, непосредственно содержание этого учебного процесса. А вот в вашей работе, я имею в виду непосредственно лаборатории знаний, какие-то такие убедительные или понятные нам наши сегодняшние аудитории примеры, могли бы озвучить, Егор? Да, ну, насчет, наверное, последовательно отвечу сначала про ограниченные возможности. Скажу так, что у нас именно кейсов с детьми с ограниченными возможностями нет, возможно, там они появятся у вас, ну, потенциально нет никаких барьеров для того, чтобы использовать в таком качестве нейроинтерфейсы, то есть вы лучше можете понять, что с человеком происходит, какие именно ограниченные возможности здесь, ну, наверное, может быть, если вы не понимаете, там, не можете установить контакт, там, может быть, это какой-то аутистический спектр, не знаю, или если там, ну, в общем, тут мне сложно прокомментировать, да, насчет ограниченных возможностей, вот, а вот какие кейсы у нас были, действительно, я могу рассказать, поподробнее, у нас были кейсы с целым рядом корпоративных университетов, и там мы проводили аналитику разных учебных сессий, то есть были, например, у нас сессии менеджеров топ-2, да, в достаточно крупном банке, которые изучали курс по креативности, у них было три разных вендора, целая большая там многонедельная программа учебная, и вот мы сравнивали между собой эти курсы, и внутри сессии показывали им, когда им удавалось лучше проявить свою креативность, у них были какие-то учебные такты, какая-то теория, потом они пытались применять это на практике, еще по командам разбивались, вот мы показывали, где у них получилось, где не получилось, была история с некоторым учебным центром, когда динамику показывали этих состояний и давали выводы о том, где там можно было чуть расцветить, чуть сделать поинтереснее материал, были кейсы, в которых мы тестирование смотрели, где мы нашли даже отличия в сигнале ЭГЭ тех, кто от балды просто ставил галочки, отвечал, и тех, кто действительно думал над ответами, то есть они в принципе просматриваются по разнице. Есть кейс у нас такой, когда мы искали оптимальную длину видеоконтента, то есть мы показывали разным группам учебным один и тот же контент, но нарезанный на разные фрагменты, подлиннее, покороче и средней. И в общем сделали выводы относительно того, какой именно для этой задачи должна быть длина видеофрагмента. Получилось так, что короткие видеофрагменты лучше для того, чтобы зацепить, могут быть рекламные ролики или какой-то тизер, длинные. А длинные они очень хороши, когда у вас сложный материал, то есть если, допустим, надо прямо въехать, человек раскочегаривается немножко медленно, если формулу даете сложную, то лучше побольше брать куски, чтобы люди успели растопить мозговой котел, скажем так. Кейсов было еще очень много разных, их можно разделить на условную аналитику и условный реал-тайм. Аналитика тоже делится по тому, что именно мы анализируем, стиль преподавания, контент конкретной лекции или между собой отдельные занятия, форматы занятий, смотрели, как VR влияет на состояние человека. У нас таких именно в образовании и применении кейсов было очень много всяких разных. Долго можно рассказывать, но общую суть, я думаю, вы уловили. Как нейроинтерфейсы могут помочь в оценке уровня стресса? Вот они это напрямую показывают. То есть стресс это такой индикатор, который мы прямо умеем считать. В общем, его уровень он просто виден. как показатель, как цифра. Какие этические вопросы могут возникнуть при использовании нейроинтерфейсов в образовании? Вы знаете, да, хороший вопрос. Дело в том, что конечно использование нейроинтерфейса должно согласовываться либо с родителем, либо с учащимся в зависимости от возраста. и есть кейс как положительного, так и отрицательного применения. То есть должна быть некоторая организационная ценностная обвязка. То есть все участники процесса, они, конечно, должны понимать, зачем им это надо и какую пользу они сами для этого при этом извлекают. Например, в Китае был такой немножко неуспешный кейс, когда они на школьников на всех просто принудительно надели эти нейроинтерфейсы, ну и родители начали жаловаться. А там еще не такой, как здесь нейроинтерфейс, а с лампочкой. И у ученика загоралась лампочка, когда он отвлекался или что-то именно на один показатель или на концентрацию. То есть перестал концентрироваться на этой линейке по рукам. То есть этику учебного процесса, конечно, нужно выстраивать преподавателю. Это не то, что технология вам даст ответы на все вопросы. Вот если строго говорить по законодательству, да, но это просто снимает вот эти все вопросы и этические разногласия. Очень хорошо, когда человеку бумагу дают, он начинает задумываться, ага, что это такое вообще? Он потом уже жаловаться не идет, именно как-то он морально внутри себя с этим либо соглашается, либо не соглашается. Вы тоже видите его реакцию. Вот. Мысли читать. мне нужно немедленно вклиниться и сделать поправку касательно этичности использования именно применимо в Е-классе. Мы очень четко разграничили, кто какую информацию видит. Ни сам ученик, ни ученики друг друга не видят, они не знают, какие данные приходят. То есть всю информацию концентрирует у себя только преподаватель. это сделано для того, чтобы дети ни в коем случае друг с другом себя не сравнивали. Исключить вот этот соревновательный момент в процессе обучения онлайн. То есть с нашей точки зрения все очень закрыто, только преподаватель видит. Да, спасибо большое. Так, связь устройства с сервером через Wi-Fi или нет? Ну, зависит от того, через что зашел ваш ученик в интернет. То есть сейчас вот то, что мы показывали, подключение происходит напрямую в браузере. То есть главное, чтобы у ученика был Bluetooth на компьютере, да, или там на том устройстве, через которое он входит. Ну, да, если устройство подключено к интернету через Wi-Fi, то дальше с сервером он через Wi-Fi коннектится. Если там у вас шнур Ethernet, да, кабель, ну, соответственно, через Ethernet. Но Wi-Fi в принципе пропускной способности хватает, если там об этом вопрос. Ну, как небольшое видео такое, да, примерно трафик занимает. Так, про выводы из кейсов публиковались ли они где-то? В основном нет, но публикации некоторые они есть, да, то есть у нас есть публикация кейса VR-ного, то есть там было такое тоже питерский вуз и значит, такая коллаборация была у нас с ними, с VR- производителями VR-курсов и с банком. и мы эту такую сложную вот эту коллаборацию, по ее результатам есть публикация, причем в международном издании, я вот сейчас на скидку не помню, да, но такое получилось международное, вот, там было влияние анбординга на процесс прохождения вот этого в VR-е тренажера, вот, на эту тему делали публикацию, мы там давали вот именно эгослой, но в основном наши кейсы, конечно, закрыты, потому что это коммерческие заказчики, они там не очень любят про себя, ну, если их какой-то публикуют, пресс-релиз, то они там по-своему это поворачивают своими углами, но в целом, да, упоминания о нас можно, наверное, найти, да, то, что открытые заказчики предпочли разместить, да, это можно все видеть, но, конечно, не будет там ни данных, ни каких-то там научных выводов, потому что это скорее вот такая прикладная коммерческая была в основном история. Какие новые подходы к обучению и оценке могут быть разработаны с использованием нейроинтерфейсов, как они могут интегрированы быть в существующие образовательные системы. Я, может быть, тут немножко начну, а коллеги подхватят, потому что все-таки там прообразование, они более компетентны, да, я могу сказать, что мы прорабатывали у себя такую модель, как нейролеунинг, который сочетает вот этот микролеунинг, да, есть концепция, когда, ну, она комплексная такая, там искусственный интеллект используется, всякие пуш-уведомления, то есть вот это большая комплексная методология, вот, и если еще есть слой вот этот нейро, и есть еще босс-тренажеры, да, которые выводят человека на продуктивное состояние, то есть вы можете вот такую построить систему, когда человек занимается тем, что у него получается, тогда и ровно тогда, когда вот у него есть на это когнитивный ресурс, да, потому что мы там в разных находимся состояниях, вот сейчас у меня есть возможность позаниматься, мы там занимаемся, а оптимально это для меня, вот для моего мозга, я вообще свежий, отдохнувший, мы не знаем, да, вот если у вас эсинхрон, вы можете это учитывать и давать там пуш-уведомления человека, например, сейчас ты обычно там продуктивен, давай-ка позанимайся, вот, плюс можно его выводить человека на состояние, есть специальные еще там тренажеры, которые по ней рассмотрят, помогают человеку вот научиться вот это ловить нужное состояние, но есть понятно, вот само по себе отслеживание там мониторинг, да, как вот в Е-классе как раз это ситуация с мониторингом, с такой удаленной оценкой, а что происходит у вас в аудитории, вот, ну, вообще там, конечно, пространство вариантов достаточно большое, это и аналитика какая-то, которая, ну, просто вы смотрите, да, где вам улучшить свои там материалы, контент, или, может быть, по-другому расписание сформировать, да, вот если у вас два курса пошли, и оба сложные, вы видите, что там и там когнитивная нагрузка высокая, вот, или там увлеченность низкая, вам как-то это надо подчередовать, да, между собой, там, вот, ну, то есть, вот разные могут быть подходы, наверное, здесь еще коллеги, может, меня дополнят. все покажем, Спасибо. 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 Первое, есть большое научное сообщество, которое эту тему, в принципе, исследует уже очень давно. То есть сама по себе технология энцефалографии существует 100 лет уже. И она довольно понятная. Просто раньше она применялась в основном в медицине и в науке. Сейчас она перешла в такую же практическую плоскость. Появились вот эти устройства, которые уже в быту могут применяться. Не нужно надевать большую резиновую шапочку с гелем. Сам подход это довольно уже старинное, можно сказать, если накладывать на таймлайн технологии изобретение. Методы обработки данных тоже это все в большом количестве научных изданий уже опубликовано. То есть в этом нету сейчас даже какой-то научной новизны. Мы в свою очередь делаем свою верификацию. То есть мы, когда строим модели, первое, если это модель, которую придумали не мы, как, например, с уровнем стресса, еще с некоторыми состояниями, мы проверяем. У нас есть партнеры, научные институты, в которых есть вот это взрослое оборудование, экранированная комната, научный энцефалограф. Вот. И мы прогоняем эти тесты и смотрим корреляцию состояния с тем, что показывает энцефалограмму вот по этим формулам. То есть мы для того, чтобы проверить, испытывает человек там, ну, скажем так, есть ли вот эта зависимость, да, корреляция между там, например, стрессом и показателем стресса, да, мы должны специально ввести человека в это состояние, вот, то есть каким-то способом. И в зависимости от того, что это состояние, способ будет разный. Вот, например, для стресса известно, там, что человек стрессует на синге-сонг-тесте, так называемом, да, то есть его просят публично спеть что-нибудь, у него уровень стресса растет. В принципе, мы и на кортизоле тоже делали, да, вот если про стресс говорить, там, гормон кортизол, который тоже там во время стресса растет. Вот, ну, то есть для каждой задачи свое. И дальше еще человек, опросник, да, ему предъявляется, оцени, вот субъективно ты сейчас испытал стресс или не испытал. То есть вот несколько этих слоев верификации есть. Вот, если говорить про те показатели, которые мы сами получаем, да, то там используется машинное обучение, есть метрики определенные, которые показывают, насколько хорошо вы обучили вашу модель. То есть точность определения состояния, значит, ну, как правило, это там может быть классификатор, либо регрессионная модель, вот, и там, значит, если классификатор, то F-мера там, да, используется, например. Вот, то есть это показатели обучения, которые показывают, насколько хорошо модель угадывает, предсказывает вот это состояние. Для того, чтобы это проверить, берется там датасет, то есть когда мы опять-таки знаем точно, что человек сейчас был в этом состоянии, а сейчас он точно не был в этом состоянии, да, и часть этого датасета скармливаются модели для того, чтобы ее обучить, чтобы она смогла это определять состояние. А вторая часть датасета, она остается, ее модель не видела никогда, и она пытается предсказать, насколько вот человек был или не был, да, в этом состоянии. И, соответственно, насколько точно она предсказывает, это видно в модели. То есть достоверность такая еще есть. Она количественная еще методами статистики тоже проверяется. Ну и там публикации есть тоже у нас и патенты. Разные 10 патентов и куча еще свидетельств программ для ВМ. Вот. Сколько датчиков на обруче и как обрабатываются их сигналы? Ну, у разных нейроинтерфейсов разное количество может быть датчиков. Конкретно вот у тех, которые у нас на головах сейчас, брендбит, у них 4 датчика, так называемые зоны Т3, Т4 и О1, О2, по-моему. То есть это все. Есть общепринятая классификация у медиков. Они делят голову всю на такие зоны. И каждая зона, она имеет такое буквенно-цифровое обозначение. И электроды, их размещение на голове, оно соотносится вот с этими зонами. То есть это вот название электродов, да, они в зависимости от того, в какой зоне мы хотим поближе расположить. Вот. Эти датчики все пассивные. То есть они сами ничего не излучают, они только снимают напряженность на поверхности головы. Вот. Ну вот 4 датчика. Ну и электрод референтный, то есть как бы земля, да, 0. Вот. Как обрабатываются сигналы? Ну там достаточно сложный алгоритм. Потом я так очень в общих чертах расскажу. Значит, во-первых, там происходит отсев помех. Там есть несколько видов помех. Это вот от розеток, да, от электросети происходит наводка. Она отфильтровывается. Вот. Потом есть артефакты, связанные там с морганиями, со всякими шевелениями ушами. Тоже их видно. Они на другой частоте происходят. Они тоже там отсеиваются. Вот. Дальше происходит преобразование сигнала, так называемое там частотное разложение спектральное. То есть есть такой математический метод, называется преобразование фурье. Когда мы один сигнал можем как бы расщепить, да, как вот в призме у нас. Туда заходит в призму белый свет, а выходит радуга. Вот то же самое примерно только для электрического сигнала происходит. Это получается частоты головного мозга, так называемые. Там вы могли слышать. Это альфа-ритм, бета-ритм, тета-ритм, гамма-ритм и так далее. Это с каждого электрода оно собирается, вот именно потом расщепляется, да. У нас получается там в итоге довольно много вот этих показателей. Мы называем это сырой сигнал. На самом деле он уже полусырой, да, вот после вот этого разложения спектрального. И дальше соотношение вот этих частот с отдельных зон там между собой, да, вот оно как раз свидетельствует то состояние, которое человек испытывает. Вот. И вот этот там баланс, вот этот большой такой эквалайзер получается, да, расческа, с какого электрода, какая волна, какая частота, да, вот доминирует, вот это как раз и есть тот паттерн, который мы получаем. Вот примерно так происходит обработка, если вкратце. Насколько убедительны тенденции к возникновению новых теорий обучения и воспитания на основе данных, полученных от нейроинтерфейсов в образовательном процессе? Каковы перспективы? Ну, да, ну, не знаю, лучше мне ответить или вам. Давайте я что-нибудь расскажу, потом вы дополните. Ну, во-первых, достаточно много таких ведется исследований вот прямо сейчас, да, и какие-то результаты получаются. Это пока что, ну, такие, конечно, там ранние, можно сказать, исследования. Ну, вот мы сами тоже участвуем, у нас часть заказчиков это университеты, да, например, вот есть МНГУ, есть там СПБГУ, там, ну, МГУ тоже, ну, то есть такие крупные интересные университеты, да, которые приобретают вот наши решения не только для учебного процесса, но и для того, чтобы понять, как вообще этот учебный процесс нужно оптимизировать, да, и вот там у них публикации тоже появляются там периодически. Некоторые из них с помощью нашего решения сделаны. Вот, так что, ну, какие-то данные есть. Наверное, комплексную методологию еще предстоит всем выстроить. Ну, вот, вкратце так, может, дополнительно. Спасибо. 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 В какую сторону двигаются технологии, там, или один из векторов, да, технологии, связанных с обучением. И процесс настолько быстрый, на самом деле, помните, там, лет, там, семь назад еще особо мы не представляем, что такое фитнес-браслеты. Теперь уже, наверное, у каждого второго, у меня в семье четверо детей, и все они с этими браслетами ходят. То же самое, скорее всего, будет и с нашими нейроинтерфейсами, которые, может быть, сегодня не столь эстетичные или громоздко. Но чуть-чуть подождем, и все это будет в прямой доступности. Вот. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Спасибо Егору. Спасибо Оксане за то, что помогли сегодняшнюю встречу организовать. Еще раз надеюсь, что встреча была для вас познавательной, и что-нибудь из этого будет полезно в будущем нам с вами и нашим с вами детям. Всего хорошего. Спасибо всем. До свидания.